Продолжение следует... 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 что в Библии, которую мы читаем, запечатлелось лишь общенародное учение, так сказать, эксотерическое, а эсотерическое, тайное, глубинное учение спрятано в особых откровениях, запечатленных вот в этих книгах, которые они называли апокрифами. В Древней Руси апокрифы назывались отреченными книгами. Поразительная живучесть этого рода литературы. Трудно даже поверить, что апокрифы, созданные за десятилетия и даже столетия до нашей эры на древнееврейском, арамейском и греческих языках, они потом были переведены на армянский, эфиопский, грузинский и жили, имели долгую жизнь в Древней Руси. Через тысячелетия эта литература продолжала свое существование в самых разных культурах и цивилизациях. Апокрифы стали появляться и в более позднее время. Мы знаем апокрифы 19-го, 20-го века, подложные книги, те, которые выдавали себя за, как бы, древние писания, и те, которые их сознательно имитировали. Чтобы не заблудиться в этом море литературы, разделим все это на ясные, четкие рубрики. До христианские ветхозаветные апокрифы. Это были книги, которые создавались преимущественно анонимными, неведомыми для нас авторами на протяжении последних 17-15 столетий до, то есть, я говорился, полтора столетия, десятилетий, 17-ти десятилетий. Скажем, первые древние апокрифы заветные появляются где-то около 190-го, 170-го года до Ролиства Христова, до нашей эры. Многие апокрифы погибли. Многие сохранились до нашего времени только в фрагментах. Некоторые уцелели лишь в более поздних переводах. И, в общем, все-таки это довольно богатая литература. Что для себя представляет ветхозаветные апокрифы? Это книги, которые пытаются дополнить библейское сказание, развернуть то, что как бы сокрыто и спрятано в Библии. Тут работает и человеческое воображение, и глубокая любознательность, и какие-то новые доктрины, которые пытались себя как бы присоединить к потоку библейского учения. Достаточно бросить взгляд на некоторые из этих апокрифов. Перечислять все не буду. Важнейшие из них это апокрифы Еноха. Это цикл апокрифических книг. Книга о юбилеях для малого бытия. Завещание двенадцати патриархов. Псалмы Соломона. Кумранские псалмы. Множество апокрифов было найдено на берегах Мертвого моря, в пещерах Кумрана и других поселков древних аскетов есейского типа. Что ли такое за апокрифы Еноха? Древний библейский писатель, который нам создал, так сказать, построил книгу бытия, он хотел показать людям связь между поколениями и народами с помощью традиционного метода генеалогии. Родословие. И вот этот библейский писатель взял одну из древнейших генеалогий, которая имелась в Месопотамии, и построил на ней звезды поколений допотопного мира. И там седьмым среди этих предков именуется Енох. И о нем сказаны загадочные слова, что Бог взял его, взял его от земли. В поисках ответа на эту загадку толкователи обратились к древним легендам Месопотамии и выяснилось, что там тоже седьмой царь древней генеалогии, Аминдуранна. Он был вознесен в чертог Бога Солнца, и ему было показано строение Вселенной. И этот образ путешественников в космос древних, он не отразился в образе Еноха библейского. Но ветхозаветный автор не вдаётся в эти подробности. Он как бы походя упоминает, что вот такой-то человек имел какую-то удивительную судьбу. Всё. Это деталь. Она проскальзывает повествованием. Иное дело автора покрепа. Апокрива Еноха имеется несколько. Наиболее древний называется эфиопский, потому что сохранился в эфиопском переводе. Но он также имеется и в армянском, и в греческом, и в других переводах. А есть славянский енох, краткий. Сохранился в древнерусской версии. И вот мы обратимся к этой славянской версии. О чём она говорит? Она говорит именно о том, о чём повествует Вавилонин. Енох праведный поднимается Богом куда-то на седьмое небо. Как бы весь мир построен в виде ступеней таких. Или же концентрических кругов. Заметим, что это напоминает нам вавилонские башни. Семью Яруси. И там он видит структуру Вселенной. То есть, то, что Библия, в конце концов, не хотела людям давать, в апокрифе даётся. Библия не хотела, не хочет давать человеку познание научное, рациональное. Потому что для этого познания человеку достаточно иметь разум и опыт. Для этого не нужно откровение. Для этого не нужно священное писание. Для этого нужно естествознание и другие отрасли науки. А автор Енуха хочет, это одна из ранних попыток, превратить вот это восхождение древнего человека на небо в некоторого рода небесную географию, космическую. И там излагается устройство этих земель небесных сфер. И Енух созерцает и ангелов, и звёзды, и видит, где праведники, где грешники. Таким образом, Енухическая литература является предтечей Данте и предтечей других в средневековых сказаниях о загробном мире. Но, я уже подчеркнул, что эта любознательность, она идёт в разрез со священописанием. И поэтому не случайно и неудивительно, что эта книга, которая выдавалась за произведения древнего Енуха, а кто-то мог отличить древнее от нового. И сейчас-то историки не всегда могут разобраться. А тогда люди значительно менее критическим обладали чутьём. И они отвергли эту книгу не потому, что она показалась им анахроническим или, так сказать, уступающей, являющейся исторически сомнительной. А потому что она входила уже в те области, которые священное писание обходило. Это была устаревшая космология, устаревшая космография, которая представляет для нас теперь только такой ретроспективный интерес. К тому времени канон священного писания был уже сформирован почти полностью. Первые пять книг Библии, Тора или Закон, или по-славянски пяток ниже, уже были твёрдо зафиксированы. Книги пророков в том виде, как они существуют, тоже были канонизированы. Но третья часть агеографы или тубин, то есть писания, или писания мудрецов, куда входят и Псалтирь, и другие книги. Мы церковно-славянские традиции называем учительными книгами. Этот горник ещё формировался, и апокрифы претендовали туда войти. И вот они не были туда пущены. И это вовсе не придирка книжников слишком щепетивных, а некое таинственное чутьё, которое точно определило, чему не надлежит быть в священном писании. А вот ещё одна тема из книги Геннока, но уже другого, так называемого эфиопского. Напоминаю, что он написан только арамейскому и еврейскому, просто мы имеем его в эфиопском переводе. Тоже примерно второй-первый век до нашей эры. Там даётся эритристическое толкование одного странного места в книге Бытия, о котором я уже рассказывал по-моему в этой аудитории, но лишний раз напомню. В шестой главе книги Бытия, когда говорится о катастрофе человечества, о янравственном падении, сказано, что ангелы, сыны Божии, Бнехайлогим, они полюбили дочерей человеческих. И от союза брачного между ними родились гиганты, исполины. И вот эти исполины создали некую цивилизацию, которая оказалась настолько гнусной, что в конце концов поток все разрушил. Кратко сказать, всего несколько строк, и уже тогда людей волновало, что же это такое за таинственные сыны Божии, которые пришли к дочерям человечества. Когда мы с вами будем говорить уже на следующих беседах о литературе XIX века и Библии, мы коснемся мистерии Джорджа Байрона «Небо и земля», где как раз драматически интерпретируется этот рассказ в свете и Библии, и главным образом книги Еноха. Книга Еноха пытается дать свой ответ на безвечный вопрос о начале знака, о первопричине, кто первый захотел стать спиной к Богу. Ведь зло это не какой-то предмет, какое-то начало, какая-то стихия. Зло это когда существо, имеющее волю, поворачивается от жизни к смерти, от бытия к небытию, от добра к противлению. Где начало? Библия говорит об этом всегда очень коротко, очень скупо. И это, наверное, не случайно. А вот автор книги Еноха Эфиопска. Он рассказывает нам целую мифическую историю о том, как ангелы, небесные существа стали спускаться на землю, учить людей магии, учить их выплавлять железо, какие-то открывать естественно научные секреты. Они полюбили женщин, вошли в контакт людьми, что-то подобное Прометею, вот в этих сынах Божьих, которые как бы похитили с неба огонь, пронесли на землю, чтобы облагодействовать людей. Но вместо этого научили их злу, потому что сама их воля, она была направлена на нарушение божественной заповеди. И вот начало магии и есть источник зла, грехопадения человечества. Так рассказывает нам книга Енухо. О апокрифических книгах Ветхого Завета колоссальное напряжение эскатологии, колоссальное напряжение ожидания конца света. Это было время, когда мир, подобно сегодняшним дням, ждал мировой катастроф, ждал, что история заканчивала свои круги, что течение истории кончилось. И возникают ценные поэмы Вознесения Моисея, Апокалипсис Баруха, Дни Годамы Емы. Все они говорят о том, что человек оказался совершенно непригодным творением Божиим, и скоро все это закончится, разрушится и восторжествует только правда Божия. В этой поэзии апокалиптической есть много волнующего, есть много подлинного предчувствия того, что скоро наступает новая эра, а действительно приближалось явление Христа. Но они представляли себе это в виде каких-то грозных катаклизмов. И вся эта литература апокалиптическая, она волновала народ, вызывая в нем ожидание страшных дней конца. И произошло совсем иное. Явился Господь, не потрясая небо и землю, а пришел, как предсказывали пророки, не имея ни вида, ни величия, не действуя ни насилием, не привлекая ложными или просто эффектными чунисами. Наступает эпоха радостной вести, глагой вести Ивангельской. И подобно библейским книгам, новозаветные книги, написанные с такой же лаконичностью, с таким же целомудрием, с такой же осторожностью, и мы не найдем в описании смерти Христа возгласов народного поэта, который бы сказал, о ты, умирающий на древе, то, что мы находим в народной поэзии, в древнем эпосе, ничего этого нет. Сухо, строго, почти протокольно описывается распятие, смерть Христа. Никаких украшений, никаких преувеличений, никаких попыток проникнуть за завесу тайны непостижимой. Войдя в любой храм сегодня, вы увидите за престолом в алтаре икону Воскресения. Эти иконы появились с ренессансного времени, когда художники стали изображать воскресшего Христа, а ведь древности его не изображали, потому что это была тайна, и она остается тайной. Евангелисты, ни один из них не изобразил этого. Это очень важно. Древнерусские иконописцы всегда нам дают символическую картину зашествия Фаан, оно не воскресение, не выход Христа из могилы, так как это мы находим в западном искусстве, а потом в искусстве русском нового времени. Разверстый гроб, Христос выходит из гробницы. Это натуралистическое изображение, оно далеко стоит от бережности Евангелия по отношению к тайне. Но не такие были апоклифы. Апоклифы создавались повторяю любознательность, воображение, творчеством людей. Новозаветный апоклиф. Нередко в антирегиозной литературе и вообще в исторической литературе можно найти следующее замечание, что церковь сурово расправлялась с ранне христианскими евангелиями, апоклифами, уничтожая их и отбирая только те, которые соответствовали ее взгляду. В какой-то степени это верно. Отбирали, да. И отбирали то, что соответствовало. Но давайте посмотрим, что же получилось в результате этого отбора. Вот перед нами апоклифические евангелия. Они все-таки сохранились. Более того, они бесконечное количество раз переводились на все почти древние языки. На все языки, на которые говорили в средние века. Опять-таки латинский, эфиопский, древнерусский, грузинский, армянский, весь цивилизованный мир Старого Света читал эти апоклифы на своих языках. В библиотеке Словесского монастыря ученые еще в прошлом веке извлекли огромное собрание для апоклифов. И оказалось, что кроме ветхозаветных апоклифов, о которых я уже говорил, там масса новозаветных, написанных в первые века христианства. Те самые, которые назывались отреченные, которые считались неканоническими псевдо-писаниями, однако их любили и их сохраняли. Потому что это была литература. Это была древняя художественная литература. самая ранняя из них Евангелие Якова. Его иногда называют прото-евангелем, потому что ученый, обнаруживший эту книгу, считал, что это Евангелие самое древнее и назвал его прото-евангелем. Так вот, это Евангелие Якова, написанное в Египте, по-видимому, где-то в середине или в начале второго века, видите, как и рано. Во всяком случае, существует рукопись египетская этого Евангелия, которая принадлежит 200-му году, а может быть и раньше. О чем она повествует? О том, о чем молчат евангелисты. О юности Девы Марии, о ее родителях, об Иакиме и Анне. Евангелие не называют именными родителями. Рассказывают о том, что Иаким и Анна были бездетными, а это считалось тогда знаком Божьего гнева. И вот однажды Иаким пошел в храм приносить жертву вместе со всеми, А его оттолкнули и сказали «Ты последний грешник, у тебя и детей нет». И он настолько огорчился этим, что уж не вернулся домой, обошел в пустыню, сидел и плачал там. И тогда ему явился ангел и сказал «Не плачь, потому что у тебя родится дивная дочь». А слух об этом событии в храме дошел до Анны. Она была дома. И она вышла в сад убитая горем. И тут побыла весна, как назло перед ней дерево на дереве гнездом, а в гнезде птенцы и птицы их кормят. И она сказала «Господи, даже птица имеет своих детей, а я бездетна». И вот когда она плакала, явился ангел и сказал «Анна, не плачь, ваша молитва услышит, терпение вашего загружнено, у вас родится дочь, он назовет ее Мария, она будет самой великой и прекрасной из всех, вы должны посвятить ее Богу». И рождается у них девочка, называет ее Мария, и отдают ее в храм, якобы согласно Богу. Там были такие типа монастырей для девочек. Этого не было в истории ничего, это галитристика. Но галитристика, которая пыталась увидеть за Евангелем то, о чем там не сказано. Девочка остается в храме. Причем в тот день, когда родители повели ее, она была трехлетним ребенком, ее подвели к ступеням, ведущим к зданию храма, и оттуда вышел священник Захария. И девочка, вместо того, чтобы побежать от чужого человека, она поднялась по ступенькам к нему навстречу. Он ее взял и по велению Божию повел ее внутрь святилища, куда никто, кроме священнослужителей, никогда не входил. А потом ввел ее в святая святых, в темный двир, или двир, где обитал невидимо Дух Божий, Шехина, Божие присутствие, где некогда стоял ковчег завета за завесу. Конечно, священник простой не мог туда войти. Первый священник входил туда только раз в год. И, конечно, он не мог туда никого ввести. Но для нас это не важно. А важен смысл легенды. Потому что Дева Мария является как новый божественный храм. И она уже сама становится святая святых. Она входит туда, потому что она имеет право, ибо она будущая Матерь Избавителя. А потом ее оставляют при храме, где она расшивает драгоценные завесы. И однажды ей является ангел и совершается тайна благовещения. Ангел возвещает ей, что у нее должен родиться сын по имени Иисуса, который принесет спасение миру. Но она должна выйти за кого-то замуж, чтобы не быть в глазах людей униженной. Кто-то должен стать нарицаемый отцом ее будущего ребенка. И священник собирает народ и люди решают, кто же будет это. И по древнему обычаю жребий, как выметают, жребий, ставят посохи. И как в сказании о Моисее и Ороне посох плотника Иосифа, старца из Назарета, расцвел. Из сухого дерева появились живые победы. Он стал мужем Марии. Хотя у него были дети, взрослые, среди них был Яков, от лица которого ведется это повествование. Вся эта история наконец насытила и любопытство, и воображение, и, так сказать, но желание заглянуть туда, в ту тайну, которую евангелисты нас не пустили. Здесь работало воображение людей. Это литература. Это литература, которая потом отразилась на другой огромной литературе, на нашей древней церковной православной поэзии, и потом на христианской поэзии всех средних веков, и, наконец, на искусстве, потому что те из вас, кто помнит произведения Дианисия, Джотто и многих других мастеров, знают, что они шли по той конве, которую им подсказал апокрив Евангелие Иакова. Более того, наш праздник введения во храм Богородицы построен на этом апокриве. Пусть он и не принят церковью число писания, потому что он не был церковью принят как что-то боговдохновенное и достойное доверия, но это была не осужденная книга, а книга, являющаяся частью христианской литературы, частью христианской культуры. В широком смысле слова выйдет благослужение, поэзия, живопис и пластика. Немало есть культур средневековок на тему этого. От Евангелия Иакова перейдем к другому Евангелию, которое называется Евангелие Фомы Израильтянина, или Евангелие Фомы Израильского философа. Оно тоже было написано в Египте и тоже около второго века на шее. И тоже стремилось заглянуть туда, куда евангелисты нас особенно не пускают, в детство Иисусова. угадать, увидеть, каким был он. Как сказал один философ, что каждый человек есть дитя своего детства. Один писатель сказал, что все мы в конце концов возвращаемся к своему детству. То, что в нас закодировано изначально в детстве, то, в общем, с нами всегда и будет. И поэтому так интересно. Так важно было узнать, каково же было детство Христа. Так манила эта загадка, эта тайна. Каким он был? Но увы, писатель, создавший книгу Евангелия вам и философа, обладал, по-видимому, воображением невозвышенным. Перед нами появляется отрок очень жестокий, превозносящийся своими сверстниками. На каждом шагу он делает чудеса, иногда совершенно нелепые. Например, в субботний день, который считался днем покоя, отрок Иисус на берегу ручья лепит из глины птичек. И когда ему старшие говорят, что это изобразие, что ты нарушаешь закон, он хлопает в ладоши, и эти глиняные птички улетают. Неоднократно он наказывает очень сурово своих обидчиков или тех, кто ему показали, что его обидели. Один засох, другого засохла рука, третий упал мертвым на место. Все терроризированы в Назарете этим отрывом. Автор этого весьма популярного, надо сказать, к сожалению, произведения, ему не приходило в голову, почему же жители Назарета были так потрясены, когда Господь Иисус вышел на пробу. Почему они сочли его безумным и хотели вообще скрутить ему руки и увезти его? Почему они не хотели верить ему, если он с детства поражал всех своими чудесами? Очевидно, не задумывался автор этой книги. Ему хотелось видеть, что Христос всегда умел на себя постоять, и когда его обижали смертно, он мог им так сказать, что от того пыль оставался. Это говорит не о Христе, не о Евангелии, а о характере этого писателя. Ну, как каждое произведение, естественно, оно связано с душевным миром автора. Ну, как, по-видимому, такого типа душевный мир не редкость, иначе эта книга бы осталась незамеченной, или, по крайней мере, не дожила до нашего времени, а ее переписывали, переводили, распространяли по всему миру в те докутенберговские времена. Так что она дошла, эта книга, и до Кавказа, и до Руси, и до нашего времени. Более того, с нее писалось масса всевозможных подражаний. Было множество евангелий детства, но все они доверчиво повторяли сказки первого Евангелия Фомы. Подчеркнул, что под таким же названием Евангелия Фомы была другая книга, где сохранились древние излечения Христа. Это совсем иного типа произведения. Далее появляются книги, в которых мы находим сборники излечения Христа. Но это не совсем элитаристика. Это уже серьезное притязание дополнить Евангелие. И дополнить не воображение, не художественными в кавычках или просто подробностями, а какими-то серьезными этическими доктринальными моментами. Так появляется Евангелие Фомы Евангелия истины Евангелия Филиппа и множество других Евангелий. Вероятно, некоторые из вас сейчас могут спросить, а существует ли это в русском переводе все? Существует. Эта литература изучалась не только за рубежом, где о ней писали такие классики, как Чарльз, знаменитый специалист английский по апоклифам, Раули, английский специалист по апоклифам, и множество других. Но у нас тоже были специалисты по апоклифам. Ветхозаветный апоклиф изучал протерей Смирнов, Александр Васильевич из Казани. Апоклифы выходили новозаветные в переводах некоего человека, укрывшегося под псевдонимом или эмблемой Вега. Это примерно период Первой мировой войны несколько апоклифов. Известный специалист по древнерусской литературе Парфирьев забирал и издавал древние апоклифы который находил в библиотеках монастырей. Сейчас в настоящее время апоклифы переводят Сергей Сергеевич Аверинцев в наш известный и замечательный историк культуры. Новозаветные апоклифы готовят к изданию Елена Сергеевна Семенцинская доктор исторических наук пока отдельно из них напечатаны в науке и религии. Журнале который значительной степени изменил свой прежний залихватский и разоблачительный характер и стал печатать более объективную информацию о культуре и религиозной жизни. Вот там напечатано несколько уже апоклифов. К тому же Семенцинская написала книгу «Тайные писания древних христиан» где на очередь о Новозаветах апоклифов. Эта книга вошла в ее труд раннее христианство который вышел в 87-м году. Так что любой из вас кто поживает с основными апоклифами может познакомиться в русском переводе. должен подчеркнуть вам что когда ученые стали сравнивать изречение Христа в Евангелии с тем что находится в этих сборниках изречений их называют логии логии значит слова или по-древней еврейски дворим дворим это значит слова и дела то первое мы почти не находим ничего качественно нового в этих изречениях это явно в большинстве случаев вторичная литература перепевы того что есть уже в Евангелии если встречаются отдельные яркие изречения например Христос в одном из таких Евангелий говорит мир это мост то есть через него надо пройти или он говорит кто близ меня близ огня но кто далек от меня далек я от царствия слова хорошие история с богатым юношей я надеюсь она знакома вам всем он дополняет евангельские тексты когда богатый юноша говорит что я заплюл все правила закона а Иисус ему отвечает что ты в своем дворце живешь а бедные люди дети Авраама живут в нищете и ты считаешь что ты заплюл все запрыли впереди раздай все нищем и иди за мной как проповедник некоторые повороты может быть действительно взяты из устного древнего предания вот эти как раз евангелия из речений они важны потому что в них мы можем найти отголоски они все-таки древние отголоски древних преданий известный русский писатель Дмитрий Сергеевич Миришковский автор нуждумевшей трилогии Христос и Антихрист знаменитой работы Дев Толстой и Достоевский человек сочинение которого перед революцией насчитывали уже свыше 20 томов к сожалению долгое время спрятанный от нашего читателя и сейчас я надеюсь он снова вернется в отечественную литературу в начале 30-х годов написал книгу Иисус неизвестный большую книгу о жизни Христа и он тщательнейшим образом это был человек огромной культуры знаний исследовал вот эти изречения Христа в неканонических апоглифических Евангелиях и пытался сделать что-то такое неведомое Иисус неизвестный вот как бы новое лицо Христа через Апопию попытки не удалось надеюсь что мы с вами сейчас доживем для того чтобы многие из вас могли бы прочесть эту книгу она издана в Белграде в 32-м году больше не пересдавалась и очень небольшим тиражом не удалось потому что наши четыре канонических Евангелия бесконечно я бы сказал абсолютно превосходят всю апогрифическую литературу вместе взятую какой литературный вкус какое кричительское чутье какие научные данные могли руководить церковным сознанием в то время ничего этого не было а было действие духа которое безошибочно подсказало что является бессмертным один из крупнейших ученых который исследовал апогрифы писал с удивлением непонятно как такие литературные превелы могли расти почти одновременно с нашими евангелиями уникальность новозаветной литературы подлинной канонической уникальность евангелий еще более ясно предстает перед нами когда мы сравниваем с вот этой около евангельской литературой парабиблейской литературы тех времен конечно многое создавалось не просто от графоманского зуда или от желания билитаризировать ситуацию как-то представить ее более конкретно там были и глубокие идейные мотивы в то время в конце первого в начале второго века в христианстве и вокруг христианства появились многочисленные гностические теософские учения их обобщало так сказать соединяло при всей их разнообразности одна идея что материя плоть природа мир это все от ябра что от бога только дух и и и начали эти гностики они называли себя знающими гностиками они и начали перекраивать и переписывать евангелие заново в древнейших апограммических евангелиях страстей мы читаем что он страдал на кресте но это только казалось потому что он не страдал и вообще у него не было плоти это только казалось и вообще говорил один из гностиков второго века Маркион или близкий к ним человек он не рождался как рождаются все дети он просто сошел с неба в город Капернаум в 15-й год правления Тиберия Кесарь и чтобы это доказать Маркион просто отрезал первые три главы Евангелия от Луки и начал стрелить вот с тех слов в 15-й год правления Тиберия вышел Иисус значит не надо плоти не надо жизни не надо истории не надо предистории не надо Ветхого Завета а только проповедь Духа Духа который себя потерял и блуждая в материи и надо вернуть его обратно и вот этот гностический Христос с призрачной плоти с призрачным страданием который пришел в мир только открыть людям что в этом мире вообще не стоит жить как следует а лучше как можно скорее его покинуть через духовное созерцание он то является главным героем большинства апокрифических Евангелий некоторые из них звучат красиво некоторые из них очень напоминают наши Евангелия но они не соперники им потому что гностические Евангелия все главное берут из наших канонических но легким поворотом талантливым я скажу поворотом пера они эти изречения настраивают на другую волну вместо богочеловеческого явления святого в этом обычном мире призыв бегству призыв раз воплощение христианство и Евангелие утверждающие интернацию воплощение божественного в природе здесь подменяется развоплощение уходом и тот факт что эта тенденция продолжала в истории литературы в истории церкви в истории цивилизации европейской играть огромную роль он и объясняет нам почему эти эта литература не только сохранилась а была столь популярна ибо когда гностики исчезли как группиров организованы на их на смену им пришли организации другого типа это были альбегойцы в европе манихеи в персии это были павликиане в болгарии это были волхвы в древней руси не думать что волхвы это были просто древней руси дикие язычники нет они были дуалистами они усвоили манихейские учения взятые из болгарии там он назывался богомирством ведь вы знаете что христианство на руси очень много заимствовало из болгарии не только из греции но из болгарии но оттуда же пришло и дуалистическое неразмерцание отрицавшее плоть и мир и вместе с этим отрицанием шли вот эти тексты шли находили своих переводчиков внимательных трудолюбивых переписчиков и многочисленных читателей сегодня мы можем сказать что вот эта апокрифическая литература является ярким и интересным волнующим эпизодом в истории духа от тех древних битв когда со 170 лет до нашей эры люди ветхого завета стремили сохранить свою святыню перед лицом наступающей цивилизации эллинизма до того периода когда соблазны дуализма спиритуализма пытались проникнуть в недра христианства и увести его за столбовой его дороги вот вот эти все духовные столкновения духовные поиски глубокие проблемы они все так или иначе отображены в апокрифической литературе я еще раз подчеркиваю что апокрифы созданные уже сознательно в новое время я здесь не упоминаю я буду говорить о них тогда когда мы будем касаться 19-20 век я говорю о древних апокрифах они есть создание культуры они отражают только мировоззрение людей поиски людей фантазию людей и когда мы ставим их рядом с каноническими евангелями мы видим что в этих евангелиях есть и история и авторские особенности и элементы воображения авторского язык но они несравнимы ибо в отличие от апокрифа которые отразили историю человечества настоящие четыре евангелия отразили Христа отразили Бога человека отразили тот свет который идет от него и поэтому они настолько оказались непохожими настолько превосходили всю ту литературу которая как бы копошилась вокруг них они подлинны вот Гёте говорил что для него евангелие подлинно потому что в нем как солнце светит образ Христа в апокриф он так не светит или свет этот очень приглушенный очень затемнен вот почему дорогие мои когда мы с вами из любопытства или в поиске действительно каких-то сокровенных знаний какого-то тайного христианства сейчас часто говорят об эсотерическом христианстве начинаем обращаться к этой литературе мы должны помнить что она эта литература есть только памятник есть только свидетельство о человеческих поисках она содержит в себе блуждание и заблуждение вопрошание и ошибки человека Евангелие содержит в себе ответ ответ ясный не предназначенный для узкой аудитории избранных ответ который предполагает избранным каждого человека у которого есть искренность желание постичь истину у кого сердце открыто к ней естественно человек может быть более продвинутым и менее продвинутым но нет людей для которых истина была бы закрыта полностью поэтому все то что в Евангелии кажется нам тайным рано или поздно если мы будем двигаться по его пути станет ясным здесь нет никаких секретов а есть только бесконечное приближение к прекрасному священному божественному воплощенному в нашем земном человечестве в литературе евангельской подлинной в душах евангелистов в том как мы встречаемся с ними а через них с тем кто изображен в Евангелии спасибо итак если у вас будут какие-то вопросы в связи с апоприки я их сразу в первую очередь на них отвечу если есть вопросы какие-то другие то будем пользоваться моментом нашей встречи и поговорим обо всем о том что вас сегодня волной и интересует разрушите вопрос давайте сразу вот два вопроса у меня сразу когда я читал когда-то Фому то у меня сделала совершенно непонятная история о человеке и левее которые друг друга съели и стали друг другом я пытался разобрать ничего не понял а второй вопрос по этому же Евангелию я помню где-то в начале там Фома говорит что рассказывается история как Иисус отвел Фому в сторону пошептал ему что-то на ухо а потом друзья остальные набежали говорят что он тебе сказал что он тебе сказал он говорит если я скажу вы меня камнями забьете вот мне показалось что может быть вы знаете это что философия гностиков она билась над проблемой зла над проблемой взаимосвязи живых существ и гностники очень часто прибегали к таким наглядным символам и в частности к символам партиципации сопричастия с этим связано вот этот образ тот кто как лев съел человек он стал человеком это очень древние символы которые совершенно чужды Иван а вот тот эпизод о котором мы сейчас упомянули он крайне характерен вообще для всего того триасовского гностического мира все время казалось что слова Христа слишком просты слишком ясны что-то он не договаривает может быть он кому-то на ухо сказал что-то особенное поиски поиски экзотики поиски какого-то сверхсмысла никогда не приводили к никакому положительному результату ибо есть философия есть полет интеллекта есть поиски истины Евангелие это не поиски истины совсем не философия и не полет интеллекта это слово Божие обращенное к нам так чтобы его понял и мудрец и дитя и никому из учеников не было сказано ничего такого чтобы было только их достоянием а на остальных это не распространялось естественно люди одного уровня могли понять другие не могли понять но потом человек мог меняться Лев Толстой когда читал Евангелие вы наверное помните что он подчеркивал то что ему понятно и потом выписывал все это получилось новое Евангелие Лева Толстого но здесь только надо поставить вопрос а лучше ли оно было чем старое я не уверен когда читаешь вот это Евангелие Лева Толстого ты видишь что-то пропало там безнадежно пропало хотя ведь это создавал мастер гений прозы и у него пропало а эти в общем не книжные простые люди которые писали Евангелие ведь мы же не скажем что они равны Толстого по своей гениальности по дороге нет вот у них что-то получилось а у него не получилось потому что Евангелие имеет бесконечную глубину сколько было ни читать она открывает все больше и больше и потом новые горизонты это тайна совсем не связанная с гениальностью авторов а это особое совершенно да которое мы называем боговдохновенность не просто вдохновение которое конечно присутствует в любом случае и всегда оттока как-то а это особое боговдохновенность так есть мнение о том что какие-то годы Иисус Христос провел на востоке занимался йогой и так далее несколько раз меня спрашивали вот но я ответить должен обязательно потому что во-первых тибетское евангелие вероятно скоро будет переиздана оно было издано в начале века у нас по-русски в переводе некого архимандрита который скрылся под буквами ХР то ли он был хроматий то ли хризастом непонятно а может это вообще все была мистификация текст тибетской евангелии был издан в конце прошлого века неким Натовичем который на французском он утверждал что он в Тибите нашел текст о святом Исе в тибетском монастыре но его заявления не подтвердились текст этот я читал внимательно он полон анахронизма и заключает себя как явная литературная подделка но дело даже не в этом почему бы Иисусу Христу не пойти было в Индию у него был современник например Аполлоний Тианский здравствующий мудрец который исповедовал неопатухолейство и проповедовал он ходил в Индию согласно легендам тогда были контакты но в учении Аполлония Тианского мы находим следы его пребывания в Индии ведь Индия очень специфическая культура и там много есть ярких удивительных вещей и всякий кто воспринимает индийскую культуру или идеологию он обязательно как-то это выдаст вот в Евангелии нет ничего такого чтобы отдаленно напоминало специфику Индии это главное возражение против того что Христос там был что касается он занимался йогой я думаю что он тогда бы предложил своим апостолам как делать асаны или еще что-то но ничего этого нет в западе и вообще это исключается здесь вставные на белое христое и пивайте у Булгакова тоже апостол значит я ответ на этот вопрос отнесу к последующей нашей встрече когда мы будем говорить о библии и литературе 20 века это будет более мы тогда поговорим о Булгаковой подробнее газеты без взгляд заметками о деле ружди исламских фактически запретных сатанецкие стихи скажите несколько слов об этом надо сказать что я самой этой книги не читал но изложение ее слышал там есть намеки на политические события нынешние вот в общем что тут может быть для нас неприемлемого во-первых тот кто выступает с такого рода приговорами как высплухомини доказывает что он на самом деле не очень уверен в святости своего дела потому что кто действует насилием всегда действует из скрытого комплекса маловерия во-вторых юридически приговаривать гражданина другого государства тем более к смертной казни никто никогда не имел права международное право которое у нас утвердилось хотя бы в умах в наделе это бог с ним ну хотя бы в умах 17 века таких вещей не допускает если бы этот человек был гражданином ирана это была бы их проблема но он английский британский поддан и это оскорбление для Британии другое дело что суд какой-то должен быть если существует в Англии закон об оскорблении веры я думаю закон такой должен быть есть же всякие законы об оскорблении личности и так далее надо подоговейно относиться чужого веры и если совершается оскорбление скажем храма кто-то поджог нагадил должно быть судимо как уголовное преступление и произведения антирелигиозные которые у нас выходили в 20-х годах с карикатурами Моора я считаю что они подвинулись на суду потому что они являются неугодким оскорблением чувства миллионов людей но смертный приговор да еще так это вызывает отрицательную реакцию был ли верующий Вернадский как с религией его учения на асфере я недостаточно знаю биографию и личность Вернадского но что он не был материалистом это очевидно вытекает из его произведений а его учение о ноосфере как о сфере духа вполне соответствует учению библейскому потому что Бог создал сначала мир не живой не органический потом создал мир органический и наконец создано единое человечество ноосфера тире адана тире адана это одно и то же расскажите пожалуйста Евангелие Марии Магдалину не обещали дать его прочесть но передали через людей которые это Евангелие соркли как ересь и гадость я не читал но думаю что характеристика близка это не древнее Евангелие а какой-нибудь фарс дело в том что латинское предание отождествляет Марию Магдалину с блудницей с грешницей которая описана в Евангелии и это латинское предание перешло в литературу в кинематограф вот кто из вас смотрел фильм Иисуса Зарянина за Феррели там Мария Магдалина как раз фигурирует во всех этих ролях но это допустимый вымысел но вымысел потому что из Евангелия совершенно ясно что она была вот той самой грешницей это вошло уже просто в истории искусства литературы кающейся Марии Магдалина но мы ничего из Евангелия не знаем вам было посла открытое письмо где вас обвиняют что вы скажете в защиту или вас попутал бес значит на счет открытого письма не могу сказать потому что действительно несколько лет назад я получил несколько писем они были все анонимные это не называется открытие и обвиняли меня во всякой что я агент Ватикана сионизма КГБ Феософии ну всего мне было просто интересно узнать чего же агентом я не являюсь вот это нападки которые для меня вполне понятны если бы такие люди относились ко мне хорошо это меня бы обеспокоит вот есть люди злоба которых только делает честь человеку такие случаи бывают так не рискнете ли вы высказать собственное предположение относительно детства и юности Христа допустимы ли такие исследования с точки зрения богословия я думаю я думаю мы вот давайте подумать тайна творчества как беспомощно выглядят попытки романистов проникнуть в авторскую лабораторию в творческую лабораторию великих писателей художников я помню был роман Прибыткова кажется Андрея Рублева он печатался в серии ЖЗЛ я верю что у Прибыткова были самые лучшие намерения но то что он там написал о переживаниях Рублева о его романе с какой-то крестьянской девицей а его это все было настолько ну ниже уровня моря что невозможно было никак принять гений это всегда чудо и тайна души тайна творческой лаборатории это то к чему мы должны подходить с необычайной беженностью и я не удивлюсь если для нас навсегда останется непонятным как творил Пушкин как творил Данте даже если будут множество свидетельств писем заметок все равно это тайна если тайна обычной жизни то какое право мы имеем вторгаться в тайну Бога человека заметьте что любой романист описывает своих героев он обязательно описывает его изнутри старается пока старается передать его мысли его чувства он подумал он испугался он удивился дальше идет поток сознания а может и не поток все равно евангелисты изображают Христа только извне как они его видят они никогда не заглядывают к нему внутрь они пишут о самих апостолах апостолы были в страхе они были там в метении они были в радость они удивились его чувства только выражены внешне особый литературный прием но использованный не искусственно потому что дистанция была настолько серьезной что евангелисты и ученики знали что это он и туда не заглядишь вот пожалуй все что я могу сказать о попытках реконструировать юность Бога человека если мы будем пытаться это сделать то лучше чем у автора в опогнив у нас не получится вот Мэри Штопский пытался это сделать но это трудно это почти невозможно мы можем видеть его фон эпоху нагадать пейзаж вокруг него обычаи есть книга французского писателя Робера Арона неведомые темные годы Иисуса Христа что он там пишет он пишет не о Христе он пишет какие молитвы читали в то время какие обычаи существовали то есть он дает всю обстановку вокруг и это конечно проливает некоторый свет на жизнь Христа но не на тайну его личности скажите пожалуйста одно из стилевых книги блаженной Анны Екатерины Эмельх записанной Брентану к апоплифу нового времени да 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 безусловно безусловно я в свое время правда очень давно я был еще по моему в 10 классе прочел эту книгу была одна монахиня визионерка она видела вот евангельские события совершенно осязаемо как будто бы перед ней проходили кадры и кинокартины и за ней все это записывалось и многие люди читали эту книгу как новая Евангелие но когда я ее прочел уже тогда будучи школьником я увидел там масса деталей которые наверняка не соответствовали действительности и поэтому я воспринял ее как апоплифу в сущности литературной лишней я уверен в ее искренности совершенно уверен она так видела в тайне творчества после смерти человека остается ли в душе что-то от земного существа его души да конечно остается несомненно 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 когда я чувствую умерших то я знаю что это именно они вот иначе поправлю личность важно на каком языке читать Евангелие каждая книга конечно звучит неповторимо на том языке на котором она написана это трагический факт трагический потому что языки непроницаемы друг к другу каждый язык это организм законченный в нем есть свои законы и никуда от этого но к величайшему счастью вот в этих перегородках между языками есть тонкие отверстия и возможно контакт и поэтому возможен перевод и естественно читать человек должен на том языке который является его родным но если он знает иностранные языки современные то у нас имеется множество порой очень удачных новых переводов Евангелия на современные европейские языки начиная от польского кончая в Европе испанского вот ну а кто может читать по-гречески это еще лучше во всяком случае кто может прочесть по-гречески хотя бы фразу и со словарем ее перевести это полезно потому что во всяком переводе может исчезнуть тонкость мысли сейчас некий Луис Артег читает лекции о философии культуры в общем это лекции теософские если вы знаете об этом то как мы говорим относитесь ведь слушатели этих лекций много православных верующих посещающих храм отвечаю если они настоящие православные они могут спокойно все это слушать и ничто им не в кредит а если они конечно шапки то лучше дома пусть сидят где можно получить информацию о символике крестьянской иконописи вы знаете наша литература сегодняшняя по иконописи очень богата и поэтому каждом сочинении скажем Алфатова Вагнера 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 очень много посвящал символике в произведениях Деминой о Троице сейчас вышел несколько лет назад том антологии о Рублевской Троице там все это есть но кто хочет получить сразу готовый вид есть в ГТР вышла книжка Конрада Оноша это словарь христианского православного богослужения иконописи там кратко обо всем считаете вы что русская церковь должна принести покаяние за участие церкви в кольте личности Сталина например приветственный адрес Сталина в 48 году вы знаете это вопрос очень сложный очень сложный патриарх отвечал не просто за себя в тех условиях он поступать иначе не мог и я бы не стал его осуждать обстановка нам теперь легко так говорить разумеется в его окружении подбирались людям угодные в то время время было слишком жестким чтобы поставить вину но это дело руководства все епископы и митрополиты и сам патриарх которые были в то время они все умерли уже нет ему сейчас сказать об этом осудить мертвых что вы думаете о книге Манна и Васильева братья это тоже опублика я об этой книге тоже буду говорить это типа опублика вообще она мне не нравится лично есть некая фигура именующая Фалесом Аргевиттианом его письма эмбидок и нам пришлось прочесть можно ли считать это сочинение опубликем в общем этот термин очень часто переносит евангельский библейский опублик на всю остальную литературу я вам назову сейчас пример светского опублика воспоминания записки вырубанные вы все наверное слышны Про Распутина и все это истории. Это известный апокриф. Многие люди думали, что это поздно Выруба писала, а это Алексей Толстой с компанией писал. Кстати, есть апокриф переписка апостола Павла с философом Сенекой. Людям хотелось знать, что они были современники. Ну как же апостол прозевал такого, или Сенекой такой был глупый, что я не понял на апостола Павла. И вот какие-то проходцы сочинили их переписку. Не могли бы кратко остановиться на связи апокриф с духовными стихами в русской устной народной творчестве, в частности, с духовными стихами о Святом Георгии, чтобы советовать прочитать по этому вопросу. Я здесь в основном останавливался на еврейских апокрифах. Но, кроме того, существует богатая литература, житийная апокрифическая. Она отличается от жития, от биографии святых. Это сказание, это эпос народный, это фольклор. Конечно, он имеет большое значение как формы народного творчества. Тут и духовные стихи, так называемые. Они прекрасны, народные. Кому полем печаль мою, кого призову предание. Топну тебе создателю и всех благих подателю. Это был старинный старопряческий распех. Он не противоречит духу Библии. Он и не претендует на то, чтобы заменить Священное Писание. Поэтому вот такое эпическое народное творчество фольклорное, оно является частью истории литературы. Соприкасается ли у нас Библия или нет? В народе оно всегда было. Что касается того, чтобы прочитать об этом, то сейчас вопрос этот легко решается. Вышла книга, очень полезная, словарь древнерусской книжности и книжников. Вот, это словарь в двух домах, и там богатая библиография, и обо всем этом там написано и указано, что читать. Вот один человек меня благодарит, я тоже благодарю его за теплые слова. Вот, и тут же прибавляет вопрос. Если можно рассказать немного о Серафиме Саровском, кем он был. Это был святой 19 века, он умер в 1833 году. Человек из среды курских купцов, могучий, с вложением, душевно здоровый. Вдруг вот неожиданно выбирает себе монашеский путь. Мало того, он поселяется в лесу и принимает подвиг древних сирийских и египетских пустынников. Он молится на камне, много-много дней стоя, как древние столбники. Он носит на себе береги, всегда носит с собой мешок. Казалось бы, что это мешок с песком, топор. С людьми не говорит, долгое молчальничество. Казалось бы, что мрачный человек должен быть. Потом устал коллег, и на него напали разбойники. В это время, после разгрома Пугачевского восстания, по лесам бродила масса беглых всяких. И они его сильно покалечили, он стал согнутым. Но уже в конце своей жизни, уже будучи стариком, он вышел из своего затвора и стал общаться с людьми. К нему приходили сотни и сотни людей, знатные и простые. Шел к нему народ. Народ. От офицеров до крепостных. И всех он отпускал с утешением. Он оказался светлым, радостным. Он всегда пел пасхальные песнопения. Многих встречал селенезимые словами. И Христос воскресе. В нем всегда была Пасха в душе. Это был маленький сгорбленный старичок, ходивший с топориком за поясом. Один из его учеников записал его беседу о том, как важно, чтобы Дух Божий поселился в сердце. Главным для него была любовь. Приобрести любовь и Дух Божий. Он является воплощением идеала христианского любви. Официально его осмотрели на него как на чудака. И он действительно прикрывался некими чудачествами. Но после смерти он пользовался всенародным почитанием. Но только в 1903 году официально он был признан как русский православный святой. До сих пор не существует настоящей критической его биографии. В основном это полуэлектрические и мало основанные на документах книги. Один монах, недавно умерший за рубежом, принял сейчас перед смертью своей критический анализ источников. Но он написал на французском языке. Пока это переводится и неизвестно, как все продвинется дальше. Какова посмертная судьба животных, если у них есть душа? Трудно сказать. Я верю в коллективную душу животных. Все-таки что-то у них остается. Но пока это доказать невозможно. Каковы были критерии отбора Евангелия в канон? У нас нет точных указаний по каким критериям. Обычно говорилось в древних текстах, что отбирали то, что подлинно апостольское. Но ведь это же были не автографы. Значит, дух, понимаете, это было чудо принятия по духу. Евангелия соответствовали, настоящий, соответствовали духу, который жил в церкви вопреки всем искажениям и извращениям. Не было ли элементов субъективности? История показала, что не было. Вот сейчас, когда мы, вот если бы мы были просто с вами литературоведы и историки объективны, и выстрелили в один ряд, великие наши четыре Евангелия и малый апокриф, мы увидели бы, что это все равно, что сравнить Джамалунг с каким-нибудь холмиком. Да, значит, Евангелия делятся на их четыре. Три Евангелия называются синаптические, они очень похожи друг на друга. А четвертый Евангелие от них отличается. Это неудивительно, потому что каждый автор накладывает свою печать на восприятие. Скажем, лицо Сократа выглядит у Платона, его ученика, одним, а у Ксенофона другим. Это вполне понятно. Допустим, о Пушкине вспоминает его друг, поэт, это одно. А если бы о нем вспоминал просто сосед какой-то, помещик, который не интересовался особенно поэзией, он бы рассказал, да, вот выезжал, любил поморозиться на ложке ездить, в трубку курил, в красной рубайке ходил. Тоже факты, но это уже литература. Влияло ли конкретно содержание текста Евангелия на отбор? И почему рассказ о детстве Богородицы не мог войти в канон? Мог, но Церковь не приняла. Тут уже трудно сказать, ведь мы уже смотрим на это ретро через 2000 лет. Все-таки она не увидела в этом какой-то подлинности. Она увидела в этом элемент подлинности. Можно ли говорить о связи гностических Евангелий с древними мифологическими представлениями? Да, конечно, конечно, туда элементы мифов входили. Но больше входили элементы легенды. Вы углавливаете разницу? Миф – это миф, а легенда – это действительность, но немножко приукрашенная. Ваши взгляды на происходящее человечеству сознания. О! Коротко говоря, природа дала нам тело, мозг, псих. А Бог дал нам дух. Дух включает в себя сознание. Это коротко. А долго – это надо отдельную встречу строить. Значит, церковь не сомневается в введении во храм Богородицы. Конечно, мы принимаем это как традиционное свидетельство о предании. Но все-таки полностью церковь этот апокриф не приняла. И мы должны все-таки считаться с традицией церкви. Она приняла его как притчу, как художественное изображение. И мы рассказываем об этом. Рассказываем, что Дева Мария для меня это очень трогательный образ. Что вот она поднялась по ступенькам. Конечно, так могло быть. Но все-таки, если бы это было точное свидетельство об истории, церковь бы эту книгу делала в канонах. Как вы относитесь к памяти? Это же я тысячи раз спрашивали. Да никак. Ведь программа не опубликована. Будет опубликована, будет говорить. Как объяснить такое положение, если ради веры в Бога мать бросает мужа и троих детей и идет к братьям и сестрам под ногу? Значит, а это написано уже все в посланиях апостола. Это он говорит, что даже если муж не верующий, жена верующая должна с ним жить. Потому что Бог соединил людей в браке. Но вообще каждый случай надо решать отдельно. Почему христианство не приветствует самоубийство? Смерть и освобождение от всего материального и созданного соединенного с Богом. Соединение с Богом. Если бы с Богом можно было соединяться путем самоубийства, то евангельская проповедь как раз бы и заключалась в проповеди самоубийства. Бог дает нам жизнь, и мы не властны над жизнью. Это священная жизнь твоя или жизнь ребенка, или жизнь любого ближнего. Поэтому здесь не может быть никаких исключений. Хотя, впрочем, очень редкие исключения существуют. Церковь признала мученицами тех девушек, которые в начале гонений 3 веки нашей эры, боясь, что над ними совершат насилие, и что они не выдержат, они выбрасывались из оконенцу больших домов в Риме. Но это экстремальная ситуация. Вчера по телевизору выступала супружеская пара врачей, работающих в отдаленном поселке Ленинградской области. Они свидетельствуют на собственном медицинском опыте факты колдовства, загоровых, сглаза, эффективность подобного рода лечения. Как относятся христиан к этому явлению? Дифференцированно относится. Здесь есть элементы суеверия, демонизма всякого ненужного и вредного, и подлинных фактов, которые надо внимательно изучать, и к которым нельзя подходить с предубеждением. Действительно, воздействие духовное людей есть друг на друга. И может быть оно и добрым, и злым. Какие источники использовал Куприн в Суламифе? Апокриф или Библия? Он использовал в основном Библию, хотя и некоторые элементы апокрифа. Но я про это расскажу вам в следующий раз. На Суламифе, Куприна, ясно, амрис особо, поскольку это популярная вещь, связаны между собой каким-то образом гностические идеи апокрифа и гностические поиски философии XIX века. С гностицизмом связаны антропософия Рутенфа Штейнера, теософия Пловацкая и ее последователей, частично масонские некоторые концепции и всевозможные формы оккультизма. Но не философия. Все-таки философия, она более была отвлечена. Гностицизм искал выхода с помощью каких-то особых приемов убежать от мира. Как вы относитесь к книге Ренанда «Жизнь Иисуса»? Ренан был человеком очень талантливым. Он готовился стать священником. И когда он исследовал критические труды по Библии, он почему-то решил, что вот эти труды они опровергают церковную истину. Не стал священником, а стал историком. Но он всю жизнь тосковал об утраченной вере. И всегда верил, что Бог когда-то явится в мир. Он написал в молодости книгу «Будущие науки». И в этой книге он говорил, что совокупность всех сознаний человеческих явит Бога, которого еще нет. Его философские взгляды были противоречивы, запутаны. Но он обладал определенным историческим чутьем. И он написал ряд книг по истории Верхнего Завета и христианства. Книга «Жизнь Иисуса» написана, несомненно, блестяще. Она прекрасно передает эпоху, обстановку, ситуацию, персонажей того времени. Но сам Христос получился у него личностью бледной, незначительной, в высшей степени слабой и не способной создать не только мировую религию, подобную христианству, а не способной вообще ничего сделать, кроме пробудить любовь среди группы ближайших последователей. И не более. Поэтому там содержится очень много лжи. Я не говорю уже о том, что Ленан часто пользовался каким-то недозвольным приемом. Он делал намек на какую-нибудь гадость, но не утверждал ее. Но читателю западала уже мысль, что эта гадость была. Например, он делал намек. А может быть, вот Лазарь Христос воскресил, может Лазарь специально прикинулся на мертвый, не лежал. Ну нет, он говорит, наверное, нет. Но читатель уже начинает в этом направлении думать. Вот такие у него были приемы. Это, конечно, не исторический прием, не научный, а это недозволенные приемы колемические. Так что человеку, утвержденному в вере, читать надо интересно и полезно. Для начинающих далеко не всегда. Это может быть их с трудовыми. Ну, тем более, что через ничто он устаёт. Всё-таки книга написана в 863 году. С точки зрения священника, как вы считаете, какое главное качество в человеке? Очень трудный вопрос. Очень трудный. Я даже не могу сказать вам сразу. Даже не могу сказать. Понимаете, главное качество в человеке – это стремление, образ Божий в себе очистить от всех наслоений. Ну, а с этим связано многое другое. Ну, риск, качество такие мелкие, но они тоже имеют значение. Терпимость, любовь к свободе, уважение к другим людям, контроль самообладания. Скажем, у животных очень мало контроля. У ребёнка нет. А у человека должен быть контроль. Трудно это, конечно. Вы все знаете, мы все ведь люди. Был ли ранее конец света, Атлантида, Вселенный поток и будет ли он когда? Вопросы актуальны. Вы знаете, что газета об этом писала в очень серьёзных тонах. И я не собираюсь расправить мнение учёных, которые думают, что приближаются времена трудные. Есть такая теория, что до нас на Земле существовала некая высокоразвитая цивилизация. Что мы не первые, что наша цивилизация пришла после того, как грандиозная катастрофа похоронила иной цивилизацией. Признаться честно, концепция заманчивая, она полна тайнами, она увлекает нас романтическими картинами исчезнувшей Атлантиды, погибшей цивилизацией. Материалы к этому отлично написаны, вы найдёте в книгах Александра Федоровича Горбовского «Загадки древней истории» и вот недавно вышла книга, где повторяются эти же тексты. Но должен я вас разочаровать. В общем, настоящих серьёзных данных, которые нам позволяют утверждать, что мы не первые, что была какая-то грандиозная цивилизация, которая погибла при потопе, нету. Жалко, правда? Но нету. 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 Может быть, найдётся. Все те... Я проверял это, потому что мне самому очень хотелось, чтобы это было. Проверял, и каждый раз выяснялось, что все эти истории с великими цивилизациями, магическими, с пришельцами и прочее, всё это оказывалось на уровне Диснейленда. Это всё-таки не то. Но не надо думать, что древние цивилизации были такими уже примитивными. Они, конечно, кое-чем владели, и, вероятно, наука когда-нибудь покажет нам, что многие современные открытия имели предвосхищение в Древней Египте, Китае, в Древней Мексике. Кстати, это так и известно. Кстати, мы же стоим на этом. Кто изобрёл основные законы, которыми пользуемся сегодня? На чём мы стоим? Мы все стоим на Евгелии, на Аристотеле, на тех основах знаний, которые были заложены в Египте, в Греции, в Месопотамии. Так что, тут без всяких волшебных историй всё ясно. Что касается потопа, то, вероятно, мир постигал несколько раз какие-то грандиозные петоклизмы. Некоторые из них обрушивались на нашу землю, вероятно, то существование человека, то сотворение человека. Кое-что происходило в одни, когда уже человек был. Вот. В отношении Атлантиды была такая не будет, что человек жил на Атлантиде, что это было его главное место обитает, но погрузилось на дно моря. Но пока всё-таки это не подтвердилось. Не подтвердилось. Как бы это ни было печально. Существует целая наука от онкологии. Вот. И я думаю, что я доставил вам удовольствие, если бы привёл разные фантастические данные об этом. У нас был Жеров известный учёный, который занимался химией, но его хобби была талантология. Он напечатал несколько статей и толстых книг у нас на эту тему. Но это мираж. Пока это так. Что касается ближайшего конца света, я верю, что какая бы ни была катастрофа на Земле, человеческие рода станется, будет продолжать развиваться, и чем больше он будет учитывать своих ошибок в прошлом, тем меньше он будет их повторять в будущем. Он должен сделать историю своим уроком. К сожалению, мы так поступаем редко, и поэтому платимся всё время. Платимся и экологически, и других аспектов. недаром все тираны пытались извратить историю. Она ведь против них свидетельствует. Как вы считаете, стала ли отмена смертной казни положительным импульсом расов развития нашего общества? Не знаю, но я, конечно, против смертной казни. Она не может остановить преступление, но зато делает наказание необратимым. Чем, на ваш взгляд, вызван широкий резонанс вокруг нового фильма «Последнее искушение Христа»? Это напоминает мне историю с этими сатанистскими стихами. Но мне кажется, что христиане, оскорбленные этим пошлым фильмом, но не только пересказ для его содержания, они поступили более честно. Они просто протестовали, они, по крайней мере, не приговорили этих озорников в смертной казни. Достоевский апоклипе, хоть коротко. Я думаю, что Достоевску мы вернемся. Конечно, его легенда великого инквизитора близко к апоклифам, но это нам в будущем. Кто такой Элифас Леви? Значит, это один из основателей спиритизма, как относиться к его книге. Я думаю, что это малополезная литература. Ее надо изучать только людям, которые духовно продвинуты, а иначе это уйдет куда-то совершенно в сторону. На каком языке говорил Иисус Христос. В плиту он говорил на арамейском языке. Это одна из форм семитических языков. А также на древнееврейском языке. Знал ли он греческий? Говорил, вероятно, немножко говорил по-гречески. Но главный язык был арамейский и еврейский. В чем разница между ивритами и арамейскими языками? Ну, как между белорусскими и украинскими русскими. Вот такая разница. Это очень близкие языки. Используются апокрифические сюжеты в росписи храмов? Если да, то нет ли здесь противоречия? Использовались, потому что апокрифы многие, такие, как Иван Ильякова, признавали церковь как невредные, как допустимые. Многие легенды считались красивым символом, достойным воспетить и в богослужебных гимнах и отразить в живописи. Вот человек поздравляет меня с праздником Террориста Православия. Действительно, сегодня это праздник Террориста Православия, когда после многих лет гонения на иконы в Византии было утверждено церковью догмот иконопочитание. Можно ли попросить рассказать о вашем пути к Богу? Путь к Богу это вся жизнь у человека всегда. Но для меня путь к Богу всегда был через Христа. Когда я был ребенком, я чувствовал Бога только через Христа главным образом. В нем был голос Божий и через природу и сейчас. Но разница большая. Когда я чувствую Бога в мире, Он грозен и суровен. Он нечеловечен. Я бы сказал, что Он почти устрашающий. Как безмерно устрашает нас пространство Вселенной. Но когда Он говорит через Христа, Он являет нам свое человеческое лицо любви. Это совсем иное. Однажды Иисус призывает человека на помощь в Евсиманском саду. Душа моя скорбит смертель. Не попытка разоглянуть в тайну. Нет, дорогой друг, это описано то, что они слышали. Более того, для евангелистов вот такое написать было очень трудно. Ведь они должны были изобразить героику, Бога-человека. А вдруг, в момент, когда ему горько, он просит Петра побыть с ним. И они честно пишут об этом. Как честно они написали о том, что он не мог исцелить неверующих, о том, что они сами его предали и убежали в трудный момент. Евангелисты очень честные, беспристрастные свидетели. Ну, слова они слышали, но они же не дают толкования этих слов. Они передают то, что слышали. Причем, чтобы подчеркнуть, что они передают именно слышали, они все говорят, он отошел на расстоянии брошенного камня. То есть, что слышно, можно было услышать слова на расстоянии брошенного, по-церковно-славянски, на держение камня. вы извините, что приходится из-за очков, все время сюда наклоняться. Как вы относитесь к проблемам возрождения грех-китарической церкви в СССР? Это очень сложная проблема. Я сторонник свободы совести для всех церквей, естественно, но здесь примешиваются проблемы республиканские, национальные, и я очень не завидую тем, кому эту проблему придется все-таки решать. Придется решать. Но это будет очень трудно. Как жить нам в обществе жестокости, безверии, политической лжи, духовной разобщенности? Ведь печать под контролем и Слово Божие пока недостояние народа. Не считаете ли вы необходимым массовое издание церковной Библии на народные средства? А как жил апостол Павел? Он жил во времена Ангела, правил Нерон, коррупция правительства, угнетение народов, рабство, подавление инакомыслия. Все было. Все было. Не надо думать, что мы как-то уж очень в особое время живем. Возьмите историю 12 Цезаря в Светоне, она у нас переиздана. Почитайте, что там происходило в верхах и внизах. Кому тяжело считать античных авторов? Возьмите достоверный Роман Сенкевича «Куда идешь?» Посмотрите, как выглядела Римская империя. И тогда было трудно. И Господь сказал, что в мире будете иметь скорбь. И евангелист говорит, «Мир возле лежит». Тогда Он сказал, но это к нам только призыв, понимаете? Только призыв для нас. Призыв жить по-человечески, по-христианству. А в отношении Библии это прекрасно, мысли сдать ее на народные деньги. Но, к сожалению, от нас это не зависит. Я верю, что Слово Божие все равно дойдет до людей. вы посмотрите, все было уничтожено, все тиражи, практически все храмы, все духовные школы, вся литература была или спрятана, или уничтожена. И все равно Церковь Христова опять возродилась из пепла. И она будет возрождаться всегда. И это не человеческая заслуга. И вовсе не человеческими силами это делается. Вот так будет всегда. Даже если ничего не останется, Бог снова создаст свою Церковь из камней. Все равно создастся. Так что бояться нам не надо. А Библия сейчас уже к счастью начинает распространяться. Но ведь важен не текст, а важно как человек ему подойдет. Антирелигиозные пропагандисты тоже читают Библию и толкуют ее усиленно. Только им это не идет на пульте. Эпизод евангельский со статиром «Во рту рыбы» кажется таким же безвкусным, как воскрешение глининой птички Иисусом в Апокрифе. Действительно это место у многих вызывает вопросы. Но на самом деле мы должны брать не отдельные детали, а в целом весь дух. Как в Апокрифе могут быть некоторые черты благородные, так и в Евангелиях, которые писали все-таки людьми, могут быть человеческие изъяны. Это книга богочеловеческая, а не просто, что Бог сверху продиктовал евангелистам, они как магнитофон все записали. Церковные практики Апокрифы не различаются в смысле достоверности от Евангелия. То же самое легендарные события воздвижных Христа Господней. Но церковная практика подлежит всегда пересмотру. Для этого существуют богословы, церковные учительства. Оно постепенно должна все это промывать. Что касается воздвижения Христа, то нет оснований полностью отвергать эту историю. Царица Ильяна действительно путешествовала на Востоке, и крест действительно они искали, могли найти, ничего в этом нет совершенно неправдоподобного. Наставление старца Серафима подлинное или нет? Если да, то кто записал? Записал Матавилов, его ученик. Но очень странным образом потом эти записи нашлись в корзине для белья, который вдова Матавилова хранил на чердаке. Странно все. Несколько слов об Иоанне Гражданскому и его учении. Я не думаю, чтобы у отца Иоанна Гражданскому было какое-то учение. Это был удивительный пастырь, одаренный даром чудотворения. Он очень многих людей исцелял, это достоверно. Он служил с необыкновенным воодушевлением. На его общей исповеди приходили великаиться. Тогда общих исповедей не существовало. Он ввел общей исповеди. И на них раскрывались сердца человечества. Так что это был великий служитель Христов. У меня даже в семье был случай, когда он мою бабушку исцелил от неизлечивой болезни. Ваш взгляд на кремацию умерших равнодушный. Все равно это конечно не наш обычай, это индийский обычай, но в принципе я не думал что бы это имело какое-нибудь качественное значение. Просто в крематории там довольно противно. Почему всякий пост длится именно семь недель? Что в переводе означает слово Аллилуйя? Аллилуйя это древний еврейский припев хвалите Бога Аллилуйя хвалите Господа А почему пост длится семь недель? Семь в Библии священное число. следите за временем а то сейчас прошу так друзья мои у нас осталось еще минут 10-15 вслед за этим тут будет киносеанс я не успею ответить но но вот сейчас здесь присутствие ваше все эти будут отложены записки в следующий раз я обещаю вам ответить на все поскольку я так понял вы купили абонемент мы с вами еще не расстретимся а если не хватит нам этих почему еще встретимся продолжим пока все не исчерпаем а всю жизнь хватит если мест на земле куда не достигло благая весть о Христе если так если они живут без Бога по собственным без человеческих законам как им надо спастись апостол Павел отвечает что Бог дает язычникам закон совести в их сердце и он открывает им анонимно неведомо не надо думать что человек формально знающий Христа имеет слишком много преимуществ иной язычник иногда Богу бывает ближе почитайте на краю света лескова там это хорошо сказано в наши дни представители православной церкви получили доступ к средствам массовой информации а значили возможность влиять на общественное мнение на каждого зрителя слушателя как вы думаете способна сегодняшняя церковь внести реальный вклад в перевоспитание советского человека надеюсь что способна мы будем стараться мы не ручаемся что мы что-то сможем сделать но но ведь это потом пусть будет судить историки а мы будем стараться благословили вы своего помощника на цензуру записок вам нет не благословлял я ему сказал точно что все записки будут отвечать он просто берет их хотя бы по группам чтобы отвечать более-менее на одно и то же могли бы что-нибудь рассказать о явлении нератачения есть ли где-нибудь такие святыни у нас есть такие случаи когда останки святых источают некое миро то есть какое-то благовонное вещество я сам видел это в 50-м году в Киеве вечерской лавре до ее закрытия нечто подобное выделяется из костей святого Николая Чудотворца в городе Бари в Италии но это просто такое священное свидетельство о том что не только дух важен но и плоть то плоть священная что Бог ее воздвигнет собираясь с собой голосовать на выборы и чего больше всего ожидаете от нового состава Верховного Совета ну я собираюсь и собираюсь голосовать я буду вот я я тружусь и не жду от жизни ничего как гурина этого сказали что там знать посмотрим что было то мы увидели а что будет увидим верите в бессмерти души безуслов 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 я думаю что каждый человек бессознательно верит а наука к этому тоже придет это не область веры скорее а это я думаю будет область знания что можно сказать о психических заболеваниях света евангелия учения церкви блеснования почему их число возрастает есть душевные заболевания есть одержимость это разные вещи душевные заболевания это нарушение в сфере духа или органика какая-то одержимость это что-то иное очень сложное это как бы фалазитация в человеке какой-то духовной сущности темно ему чуждой это не болезнь это нечто иное я встречался с такими фактами власть это творчество если да то в правиле мы ставим вопрос о тайне власти как вы оберегаете тайну творчества если нет то что такое воля существует ли ее связь с волей Божьей да ну я не знаю понятный вам вопрос власть нет есть разная власть когда человек владеет собою как сказано у Пушкина учитесь властвовать собою это конечно творчество это созидание своей души это процесс благородный когда человек полон самоутверждения и заставляет всех действовать по его воле будет так бабушка свекровь теща еще кто-нибудь это уже не творчество а это тирания это может перейти из семьи сообщество квартиру в этаж дом город государство это болезнь человека а не творчество но когда мы говорим о необходимости власти с точки зрения библейской то речь идет о том что анархия это распад организма общество есть организм и когда существует у него определенная структура то эта структура должна обеспечиваться какими-то факторами общество так как организм должно иметь свой скелет иммунитет и прочее что такое полицейский это власть представим себе государство где в один прекрасный день какой-то злой или с точки зрения анархиста добрый волшебник украл ночью всех полицейских я боюсь что это общество будет чувствовать себя очень неуютно украл всех судей украл всех руководителей заводов это тоже власть и так далее нет для организма для организации для структуры для сообщества власть должна существовать вот но станет ли она творчеством зависит от носителя власти может быть директор завода который подходит к своей власти творчеству а может быть такой который превращает и инструмент своей тирании так что тут много соприкасается социальных и нравственных моментов так последний вопрос последний все остальное мы откладываем сейчас или священник очень много проходящих непроходимцев и людей неверующих по-настоящему возможно ли с этим что-либо поделать я боюсь что это концепция утерированная я конечно не могу отвечать за всех своих собратьев я знаю многих священников но конечно есть и для нас тоже негативные персонажи но их не так много как дома и так в этой записке а потом история всех отсеет потихоньку а что с этим поделать тут же я не знаю как вы относитесь в общей церкви относятся гроб опера иисус христос сверхзвезда вот она будет наша мы на этом завершим это тоже опера но музыкальная кто из вас читал липретто а оно часто предлагалось к пластинам мог убедиться какие в общем смешные жалкие слова там написаны но музыка отличная это замечательная опера когда митрополит Евгенали моего непосредственного епископа спросили по радио интервью как он относится к таким произведениям он сказал что если люди выражают свои чувства таким способом то у него нет против этого никаких возражений действительно люди должны по-разному выражать свои чувства мы не должны диктовать искусство и творчество оно должно развиваться органично и спонтанно музыка оперы Джидус Крайс Супер Стар мне лично нравится другому она может очень не нравиться мне очень не нравится липретто и хорошо что там ничего не поймешь и не слышно когда они кричат вот почему почему же не нравится мне это липретто по той же причине что и книга Ренана жизни Иисуса Иуда там раздут его проблемы сделаны глобально а на самом деле это был обыкновенный жалкий человек он там чуть не центральная фигура центральный персонаж Христос там отсутствует это бледная какая-то переточная фигурка но я не осуждаю тех кто это создал сделать Христа невозможно даже если бы они предложили самые большие старания они создали прекрасный музыкальный фон для евангельской истории но написать ее могли только евангелисты и как ни странно я предвосхищаюсь сейчас вывод который мы с вами придем а я к нему пришел отвечает вопрос в конце наших встреч что какие бы гениальные поэты художники элитаристы романисты не пытались изобразить своих произведения священную историю они не смогли не только превзойти наших простых Матфея Марка Луку и Анна но они здесь снимают молодой службы даже lifting покinения парня под измир роман восемь лет пол лет до �도 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok